Привет! Тема этого ролика, что построить в 2021 году. Сегодня рассмотрим 4 разных дома для разных ситуаций и разных серверов. В основном я конечно ориентируюсь на классику и легкие моды. Крупным клановым и любителям x5 серверов это видео не пригодится. Для остальных же скажу, что дома мы будем разбирать в порядке увеличения их стоимости и первый наш лот практически кибитка, ценой в 18 тысяч камня, 2500 металла и 200 мвк без учета мебели. Да ёптый джельдесский, шо ж вы так гудите-то, квартира уже 32 градуса. Как и сейчас наверно кайфуют все те, кто накопил на последней видюхе с Nvidia Broadcast. Пока старики мучаются с фиксом звука и устранением разных шумов, Broadcast все это может повырезать с всего одной кнопкой. Нейросети справляются на ура, можно реально одним кликом смахнуть шум фена, не говоря уже о компьютере. Причем юзать это можно не только для себя любимого, но даже вырезать шум у тиммейтов, которые мешают нормально поиграть и позаписывать. Эти же нейросети уже научились менять фон с вебки без всяких зеленых матрасов и бабушкиных ковров. Вообще забавно наверное было обучать компьютер понимать где тут стримлер, где его кресло, а где уже совсем не кресло и что нужно вырезать. Вообще в RTX полно функционала для стримлеров, помимо настроек звука и смены фона. Автокадрирование например, которое может делать так, чтобы голова всегда была по центру экрана. Но самый жир это конечно же все те новые ползунки, которые только-только вот в раз завезли. Тот самый ползунок DLSS, который повышает FPS на любом разрешении просто благодаря использованию все тех же нейронок. Они скромнее людей станут реально, бегите. Или вон на рефлекс посмотрите, на 30 серии он работает на полную мощность и все то, о чем я рассказывал в предыдущем ролике, будет давать куда больший буст. Ну если у тебя не 1080i конечно, а железка поновее. Осталось дождаться только трассировки лучей в Rusty и можно смело обновляться. Подробнее про все это можно почитать по первой ссылке в описании. Ну а мы с тобой переходим к первому дому. Первый дом основан на мейне посте, пусть и очень сильно изменен. Да, скажу сразу, что все дома в сегодняшнем видео прошли через воткоковый контроль, и каждый из них получил значительные и не очень апдейты. Где-то я перестроил их под себя, где-то сделал эффективнее или дешевле, а где-то наоборот решил немного поэкспериментировать. В общем, конкретно этих версий домов на ютубе ты пока точно не видел. Плюсы первого дома – простота, удобство, вместительность и сбалансированность. На входе у нас обзорная комната. Дальше основной коридор. Здесь можно бросить спальники или печи, либо локеры. Справа комната с выходом на крышу. В ней можно разместить одну из кроватей. По левой стороне у нас идут три раздельные лутовые, каждая за двумя стенами от улицы. Одну из этих лутовых можно переоборудовать по своему усмотрению. В оригинальной версии справа находилась НПЗ. Я не любитель домов с высокими фундаментами, поэтому отказался от НПЗ и также убрал низкие фундаменты в центре дома, куда посте изначально ставил печки. По желанию их можно вернуть, но тогда дом станет на полэтажа выше. Ну и за МВК дверью, которую естественно поначалу можно заменить на металл, располагается главный лутрум, размером в два квадрата. Соло игрок запросто уместит здесь и лут, и кровать, и верстак. На двоих же кровати придется выносить за пределы основной лутовой. Ну и сверху у нас ничего сверхъестественного нет. Тут небольшой буферный потолок, за которым лежат вот такие вот волнорезы. Дабы сократить потребление металла, предлагаю улучшить металл лишь те, без которых сплэш можно будет выбить две лутовые разом. Дом можно расширять, выход на крышу использовать как проход на верхние этажи. Ну и само собой, поэтапно этот дом также строится легко и просто. За основу берется конечно же главный лутрум. Он постепенно расстраивается по ходу добычи ресурсов. Из минусов дома в первую очередь мало возможностей для обороны от онлайн рейда. Выход на крышу расположен совсем близко к основной двери, и вероятность потерять все выходы из дома на первых минутах рейда, особо не греет. Ну и к тому же, чтобы его построить, придется найти пару рецептиков. А так, дом очень даже неплох, особенно за такую цену. По потреблению с дверьми выходят примерно 3000 камня, 1000 металла и 40 мвк в сутки. Еще одна отличительная особенность этого видео, к каждому дому я прилагаю наиболее запоминающийся и простой в понимании способ строительства. Без поэтапных смен ящиков с маленьких на большие и прочей лабуды. Очень круто, когда автор подробно разжевывает процесс строительства базы со стартовой будки. Я и сам иногда показывал процесс строительства именно таким образом. Но когда у тебя уже есть в сундуке достаточно ресурсов и ты хочешь сразу построить полноценный дом, такие гайды приходится пересматривать по 30 раз. Полное, не ускоренное и наглядное строительство этого дома без этапов доступно по ссылке с цифрой 1 в описании. Второй дом основан на бункере с канала MyGamingExperience. Его я поменял, кажется, еще сильнее чем предыдущий, но основные плюсы остались на местах. Давай сначала проведу краткий экскурс, а потом разберем все чуть подробнее. На входе небольшой полуоткрытый тамбур с возможностью заблочить основную дверь. Далее полутораэтажная комната с выступами для размещения сундуков с лутом, ну и подъем наверх. На полу по желанию тоже можно поставить пару ящиков на замках. Дальше нас встречает бункерная система и проход направо. За гаражкой еще одна очень просторная комната, ценой более чем в 10000 серы со всех сторон. Опционально слева можно отгородить все гаражкой или обычной дверью. В квадрат здесь идеально встает пара кроватей, либо печная комната. Вход в бункер довольно тесный, здесь нас сразу встречает место под верстак и печку. А сверху небольшая лутовая. Также здесь находится спальник. Ну и за последней гаражной дверью спрятан основной полутораэтажный лут-рум с отделенным шкафом и печью. Сверху можно поставить ящики, а вот снизу влезет как полноценная кровать, так и 6 больших ящиков для особо богатых. Ну и проход к шкафу устроен таким образом, чтобы ни с одной, ни с другой стороны нельзя было добраться до лута без потерь. Потребление дома составляет 900 металла, 70 мвк, 2700 камня с учетом всех дверей и окон. Ну и теперь давай подробно по плюсам. Первый из них отличная отстрелочная входная группа. Здесь я усилил изначально отстрелочную снизу при помощи отдельной комнаты сверху. Мне не понравилось, что в изначальной версии дома у тебя всего один выход на улицу и прижавшись к нему с двушкой тебя довольно легко убить и залутать. Я же добавил небольшую полку, на которую можно спокойно забраться и абсолютно безопасно отстрелить всех, кто пытается тебя подсидеть. Также в изначальной версии справа было окно, через которое было легко увидеть внутренности дома. От него я решил полностью отказаться. Второй плюс – улиточная конструкция дома. По сути, его можно разделить на три тира. Каменный тир, где расположено все барахло, ящики для быстрого сброса и другой мусор. Металлический тир, куда можно поставить кровати, пару ящиков или, к примеру, аккумулятор. Ну и третий армированный тир, скрытый за бункерной системой. Чтобы в него пробраться, потребуется минимум 19 ракет. Таким образом, хотя этот дом стоит не намного больше предыдущего, цена его полного рейда отличается значительно. Ну и да, этот дом можно строить поэтапно. Хотя, не буду спорить, постепенное строительство этого дома не такое комфортное, как у предыдущего. И лично я бы предпочел накопить достаточно ресурсов в отдельной кибитке, а такой дом строить целиком. К минусам этого дома я бы отнес в первую очередь его полутораэтажную конструкцию. Такие дома всегда менее эффективны, чем дома с полными этажами, ведь буферки при той же защите стоят в полтора раза больше. Второй существенный минус – комфорт проживания. Бункерная система оставляет свой отпечаток, и перемещаться по дому будет заметно теснее, особенно командой. Однако, за свою цену в 16 тысяч камня, 3000 металла и 400 мвк – этот дом просто ягодка. И деф этого в онлайне будет явно куда интереснее, чем предыдущий. Вот так вот только видос начали смотреть, а половина уже позади. Сейчас с тобой сделаем зарядку для глаз. Смотри, видишь, справа бак, который позволяет карабкаться по фундаментам любой высоты. А вот погляди слева, стоит витрина, а фрейма у неё нет. Глянь, сверху бак, с помощью которого можно стрелять из окна так, что тебе даже видно не будет, и убить будет тоже нельзя. А вот здесь вот снизу – место, где каждый день все эти баги не только можно бесплатно смотреть, но ещё и получать очень щедрую оплату за каждый предложенный баг. Да, мы пока что реально щедрые, и вот этот парнишка, например, за 20 минут потраченного времени уже получил свои пять сотен. На его месте можешь быть и ты, ссылка ждёт тебя снизу. Вход, как я уже сказал, бесплатный, ну, по крайней мере, пока что. Третий сегодняшний дом будет чем-то похож на второй. А всё потому, что за основу взят дом того же автора. Однако эта версия дома проще и просторнее. Идеально подойдёт для тех, кто не любит ползать по дому на карачках и застревать в стенах. Ну и несомненное отличие этого дома – отстрелочный этаж с гаражом для коптера. Этот дом в подборке неспроста, ведь на его примере я бы хотел показать, как сильно меняется цена дома, если добавить к нему отстрелочный этаж. По своей защите дом практически не отличается от предыдущего. Да, он удобнее, просторнее и вместительнее, но основной лут всё также лежит за одной металлической и одной МВК стеной. Но если сравнить стоимость, то цена этого дома на порядок выше предыдущего. Одно только потребление отличается на 2000 металла, 20 МВК и несколько сотен камня. Вызвано это по большей части наличием большего количества дверей и окон. Ещё один явный минус относительно предыдущей базы – прозрачность конструкции. Человек, который играет в раз не первый месяц, поглядев на этот дом, сразу поймёт, где лежит лут и сколько будет стоить до него добраться. Так, ну и всё же, давай погуляем немного и осмотримся. На входе у нас уже знакомая система с отстрелом. И тут отстрел также можно доработать полкой при желании. Дальше за несколькими дверьми место для печей номер 1. Коридор с ящиками для мусора и ещё одно место для печей. В конце коридора есть ещё одна дырдочка. Но чем её заткнуть я лично не придумал. Можно просто поставить потолок, и тогда будет ровное пространство для ящиков и прочего хлама. Сверху на полку можно влепить турель, но смотри осторожно, её можно будет легко сжечь ракетой. Слева ясен-красен стоит бункер. Он тут немного отличается. Вместо пристройки солому сверху, как это было в предыдущем доме, здесь мы пристраиваем солому снизу. И очень важно в этом случае то, что над крышами нельзя ничего ставить, иначе бункер открываться не будет. За крышами снизу у нас всё максимально просто. Два квадрата со шкафом и полуторная лутовая. Оба низких фундамента я не считаю обязательным катать в МВК, можно оставить в метаре и сэкономить полстака слитков. Ну и понятное дело, стоит на всякий случай поставить гантрапу на автозакрытие бункера. На случай, если тебя попробуют зарейдить пока ты будешь фармить камни, да или просто у тебя вылетит интернет, а бункер останется открытым. Поставить такой трап довольно просто, и срабатывает он всегда. По крыше мы также можем подняться на верхний этаж. Тут у нас еще три квадрата. Как я уже и сказал, дом очень вместительный и свободный. Ну и по печке мы можем подняться в отстрел. Понятное дело, строится он индивидуально. Мне лично нравится вот такой вариант с поперечными стенами в центре. Четыре внутренних квадрата, само собой, можно вообще полностью закрыть дверьми и обустроить дополнительную спальню. Ну и по люку мы поднимаемся в коптерную. Тут также ничего сверхъестественного. Обычная комната для вертолетов. Дом довольно простой и практически вечный. Он куда хуже по соотношению цены к защите, но заметно более удобный и практичный. Сбивать вертолеты, парковать коптеры, отбиваться от рейда, жить небольшим кланом на классике. Этот дом подходит для любого геймплея и привлекает куда больше внимания. Ну и само собой, ролик с полным стрельцом где? Правильно, в описании под цифрой 3. Четвертый, самый сложный и самый дорогой дом удивил меня своей вылизанностью. Сколько бы я не разглядывал его со всех сторон, сколько бы не тестил рейдом, улучшить в нем практически ничего я не смог. Его автора я встретил впервые, однако почти уверен, что это не первый и столь выдающийся дом на его счету. Выглядит он вот так и стоит уже вполне серьезных ресурсов. Внутри этого дома, сразу за входной группой, находится подъем на второй этаж. Здесь можно расположить печи и неважный лут. Снизу нас ждет бункер с крышей, а за ним главная комната. В ней, за стеклами, стоят основные сундуки. Тут же у нас главный спальник и третий верстак. Шкаф спрятан за магазином. В самом магазине, к слову, также можно хранить ресурсы, хотя и не обязательно. Поднимаемся на третий этаж. Здесь у нас находится батарея и кровать, а также место для лута и два выхода в отстрелочный круг. Круг примечательным большим количеством различных отверстий. В оригинале он зачем-то был улучшен в металл, но я не вижу в этом никакого особенного смысла, ведь выстукать стенки можно и с металлическими потолками. Еще выше у нас расположена небольшая коптерная. Если ты большой любитель пилотирования, можно построить ее немного расширенной, но снаружи место для посадки и еще один этаж отстрела. На самой крыше можно поставить солнечные панели либо ветряк. Вся электрика здесь нужна для открытия четырех турелей, защищающих всю территорию дома по кругу. К дому также пристроены два дополнительных шкафа. Я еще от себя советую поставить два шкафа отдельно, напротив входа и сзади дома. Это лишит других вверхов возможности пристроиться внутрь. Плюсы этого дома – продуманность, возможность удобно отбить онлайн рейд и отдефать вертушку, относительная простота конструкции и хорошая защита территории. Из минусов могу выделить разве что отсутствие кровати на первом этаже, хотя в теории ее можно туда запихнуть. Самый главный косяк, который можно легко допустить при строительстве этой базы – электрика. Стоит организовать ее так, как автор этого дома, и можно сказать, что все ресурсы на электрику были потрачены просто так. То, чего ни в коем случае нельзя делать в этом и схожих домах – выставлять наружу разветвители и дверные контроллеры. Они разрушаются за 40 обычных 5-5-6 патронов, тем самым полностью выводя из строя турель. Таким образом, затраты в несколько солярок, 4 турели, 8 гаражек и большую батарею разбиваются стагом патронов ценой в 600 серы. Чтобы спрятать дверные контроллеры, нужно ставить их ближе к верхнему углу треугольника, а только после накрывать кожухом гаражки. Разветвители стоит и вовсе оставить в той же комнате, где стоит батарея, так безопаснее. Общая схема будет выглядеть следующим образом. Источники тока, сколько бы их ни было, мы введем в комбинаторы, после чего направляем в батарею. Оттуда через рычаг выводим бранчами 4 шнура, на каждую турель по шнуру. Наша главная задача, чтобы каждый такой шнур отправлял по 12 единиц энергии. По одной единице съедят контроллеры, а оставшиеся 10 пойдут в турель. Общее потребление энергии с учетом рычага 52 единицы. Схема перед глазами и думаю повторить ее будет совсем не сложно, разве что долго. По поводу защищенности дома, минимальная цена до шкафа 30 тысяч серы, однако он особо тебе ничего не даст. Чтобы зарядить дом целиком, нужно буриться сначала на первый этаж, там ломать шкаф, после чего выбивать два дополнительных шкафа по 10 тысяч серы каждый, но только потом уже думать над тем, чтобы идти в лутовые. Таким образом, на правильно построенный дом придется потратить от 60 тысяч серы. Но это если хорошо знать его конструкцию. На мой взгляд, это один из самых приятных домов, созданных в этом году. Так что я буду очень рад, если ты перейдешь по ссылке в описании и поставишь лайк его автору. Там же в описании есть и ссылка на полное строительство этой базы в моем исполнении, спрятана она под номером 4. Если же ты хочешь построить дом поэтапно, то добро пожаловать на канал автора, благо наши версии домов отличаются не сильно. Ну а у меня на этом все. Если ты знаешь другие крутые дома, можешь поделиться ими в комментариях. А если понравилась моя подборка с объяснениями, можешь поделиться лайком. Увидимся через столетие, до следующих видео.